Что за тачка? Узнаешь? Что за машина? Не заслоняйся, не дай товарищу посмотреть внимательно. Это Nissan Qashqai? Отлично! Дорогие товарищи, друзья, говорит и показывает Москва Шуховская телебашня в эфире. Шамоловка в эфире. Иди сюда, Синя. Значит, друзья мои, мы сменили локейшн, потому что у Рустама началась социофобия. Он говорит, что он боится людей. Мы решили спрятаться за высоким забором с колючей проволокой. А здесь закрытая режимная тема. Здесь просто так народ не шарится. И мы выбрали для нашего теста автомобиль Lexus 570 Yamana. 2016-2017 модельного года. Мы в будущем. И вы с нами. Друзья мои, но на самом деле, если быть серьезными, то основная задача нашего теста, я думаю, что он не будет особенно длинным сегодня. Не дольше полутора часов. Наша задача выяснить, чем эта тачка реально отличается от 200-го крузака, который был у нас уже на тесте. Потому что в линейке Lexus, я так скажу, самое беспардонное перевешивание ярлыков происходит как раз вот среди крупных внедорожников Pradik и Land Cruiser 200. Вот два донора, которые, в общем-то, нахлобучиваются реальными шильдиками. Еще парой-тройкой отличий. И уже продаются совершенно с другим прайсом. На миллион дороже, как минимум. Ну, давайте обойдем эту машину, которую вы уже непосредственно видели, конечно же, в репортажах наших коллег и на фотографиях. И давайте обратим внимание на морду, да? Значит, основная претензия нас с Иванычем к этой морде заключается в следующем. Да, этот X-образный, так скажем, или песочные часы, как их называют на автовазе. Но мы говорим, что это X-образный дизайн передней решетки радиатора. Он замечательно смотрится отдельно от машины. На автомобилях типа RX. На красивых фотографиях. На красивых фотках. Но когда мы видим этого огромного бегемота, особенно если в три четверти сенит, чуть-чуть с боковиной вместе, а боковина, извините меня, ничем не отличается от того, что мы видим у 200-го крузака, то мы понимаем, что просто в готовый корпус всажена, как донорская какая-то тема, вот эта вот история с оригинальными типа фонарями, оригинальные вот эти... Противотуманки. Противотуманки и решетка радиатора, да, типа оригинальная. Вот, все осталось. Выглядит, на самом деле, тачка очень брутально. Так же брутально, как и 200-й крузор. Что касается самого тела, да, или кузова, ребят, значит... Ну, оригинальные диски. Да, оригинальные диски, 20-е и 21-е. Производитель говорит о том, что изменено в этом автомобиле с точки зрения кузовных деталей. Все, кроме дверей. Вот обратите внимание на двери. Да, ну и, кстати говоря, а я согласен, а я согласен. Знаете, во-первых, они... Во-первых, они легкие, да? Ну, относительно, в принципе, такого масштаба кузова. И главное, ребята, машина люкс, типа суперэлита. Но хотелось бы узнать, а где доводчики? Где доводчики? Это же люкс. Я понимаю, что на крузаке они не нужны. Минимум 5 миллионов рублей. Да, но нужен доводчик на дверь. Значит, короче, короче, вот эти двери остались прежними. Вот эти все детали изменены. Значит, появилась вот эта рамочка, видите? Ну, то есть, очень много вообще, в принципе, хромированных деталей. Значит, у нас претензии, кстати говоря, были как к 200-му крузеру, так и к 570-му лексусу. Ребят, это один из самых грязных автомобилей, который притягивает к себе грязь, землю, в общем. А ты на три воском. Ну, ты думаете, это поможет как-то? Особенно грязь скапливается вот здесь, вот в этой ручке. И постоянно вы пачкаете руки. И вот смотрите, получается... Этот мужчина любит развлечения на заднем диване. Бэксид, бэксид-плежер. И получается, что вы потратили 5 миллионов рублей на тачку. А руки грязные. И вам нужно потратить минимум еще сотку, если мы говорим о Москве, чтобы вашу дверь открывал персональный водитель. Понимаете, чтобы вы не пачкали руки. Кстати говоря, мы, насколько помним, у той же Тойоты в Японии, давно уже пассажирская задняя дверь в автомобилях такси, Краун, да, снабжена доводчиком электрическим. Когда нажимаешь кнопку, и дверь открывается сама. Значит, теперь задняя. Прикол в следующем. Эти тачки не популярны в Японии. Да. Прикол в следующем. Вы не встретите на улицах японских городов 200-й Крузер и Лексус 570-й. Значит, приоритетные рынки — это рынок Соединенных Штатов Америки, российский рынок и рынок стран Ближнего Востока. Ну вот где и покупают шейхи. Почему презентация, кстати говоря, на которую мы не попали, была именно в Объединенных Арабских Эмиратах? Ну потому что этот автомобиль создан для чуваков, которые готовы сорить вот так. Не, ну там, кстати, извращения приобретают невиданные масштабы. Ну ладно, там бывают машины без печки и с двумя кондиционерами, это нормально. Когда наши привозят, и зимой никак не согреться. А как с двумя кондиционерами? То есть сплит-система висит где-то? Под жопой. Вот, там холоднее. Но, это шучу. Но самое главное, что в Арабских Эмиратах в Катаре встречаются версии на ручке с индексом 600. Более того, у них встречаются версии пикапа. Вы можете себе представить, да? Крузер-пикап. Ну, крузер-пикап. Ну, людям нравится кататься. Короче говоря, ребят, дизайн задних фонарей, да, в сравнении с, опять же, 200-м, есть некая, так скажем, женственность, да, в этих лампочках. Но из-за того, что абсолютные размеры этих фонарей гигантские, да, они, в принципе, вот эту форму игривую, которая, я опять же, почему говорю, что игривая? Да, вот эти все линии лексусовские, да, надо было вписать вот в этот вагон, да, в этот огромный самосвал. Ну, и условно говоря, здесь их выручает только сам непосредственный размер гигантский. И мне нравится, у Лексуса, мне нравится задний ход фонари. Но он неизменным, такое ощущение, остается последние лет 15-20. Значит, ребят, были большие фары, опять же, да, вот стали они более узкими, появились вот эти дополнительные накладки. Значит, похожая очень история с открыванием крышки багажника. Кстати говоря, тут нам позвонили из компании Toyota и говорят, что мы лохи. Значит, каким-то образом все-таки можно открыть дверь. Какую? Ну, вот заднюю дверь. Ну. Без помощи рук, с помощью вот именно электрических систем. Пистолета. Если есть пистолет, можно открыть все. Ребят, багажник полностью идентичен багажнику, которым вы видели в тесте 200-го крузера. Ну, та же самая история, за исключением того, что в крузере даже со светлым полом салона багажник темный. А здесь у вас светлое абсолютно все. Ну, вы что, там тоже светлый. Нет, там темный, темный, темный пол. Светлый, темный. Тысяча рублей. Нет, тысячи нету. Чувак, я тебе серьезно. Да десятку сплю. Давай посмотрим. Десятка, десять. Десятка? Твоя тысяча против моей десятки. Хорошо, все. Замет она, парни, да? Значит, белый или черный пол был в 200-м крузере. Значит, понятное дело, что доступна версия... В багажнике. Доступна версия семиместной с третьим рядом сидений, правильно? Она будет самой дорогой. Но, опять же, мы, упоминая историю с грязью, да? Ну, вот... Самый непрактичный багажник. Вам не дотянуться до того, что лежит у вас в конце багажника. И возвращаясь к истории, о которой я говорил рядом с дверью. Самый грязный автомобиль, да? Притягивающий грязь. Вот любое ваше действие рядом с этим автомобилем, значит, приводит к тому, что вы пачкаетесь, грузитесь в автомобиль, выходите из автомобиля, открываете дверь. Короче, этот автомобиль предполагает наличие водителя, который за вас это все делает. Нет, предполагает наличие не России вокруг. Да, ну или не России. Какой страны, не знаю. Кстати говоря, не знаю, какой. Вы обратите внимание, Серега помыл тачку. Я помыл ее вчера днем. А за сколько вы ее мыли, давайте? 450 рублей. 450 рублей. За это время, кстати говоря, не было никаких осадков, и она все равно покрылась пылью. Тонким слоем пыли вся покрылась. Вся? Одного серого цвета, да, но уже глянца того былого, как после мойки, сразу нет. Значит, давайте, сядьте. Ну, я сажусь за Серегой. Да. Ну, вот смотрите, значит, необходимо сесть, да, есть ручка, она помогает вам забраться. Вот вы все сели перед вами. Ну и достаточно тесно. Да, 11-дюймовый монитор. Значит, чем, опять же, в чем отличие от 200-го крузера, пожалуйста. Значит, в 200-м крузере... Ручка, ручка рукой. Рукой вы все это делаете. А здесь кнопкой. А вот, кстати говоря, вот посмотрите, наши коллеги. Значит, вот видите, как раз у которых была возможность... Здорово, Виктор! Это Паша. Да, у Паши была... Он ездил по пустыне. Да, короче, значит... Ребят, есть по шабовке. Был в Объединенных Арабских Эмиратах, значит, была возможность у него протестировать этот автомобиль в песке, правильно? Правильно. И все, и все. Все, давай, рассказывай, значит, вот... Чего рассказывать? Мы только добрались до заднего дивана. Да, да. Давай, плюсы-минус этой тачки. Не, не надо плюсы-минусы. Чем эта штука глобально отличается от 200-го, брат? Тем, что сюда добавили больше кожи, больше люкса, больше качества. И все. А куда они кожу добавили? Куда кожу-то добавили? Везде добавили. Ну куда? Везде потрогай. Ну, везде потрогай. Везде потрогать нехорошо. Не могу везде. Воспитание не позволяет. Везде потрогай. Больше всяких железочек, переключателей, кнопочек, всяких функций. Понятно. Ну, кстати, кнопки на руле, вот если мы сейчас перейдем к этому, выглядят в Лексусе беднее, чем в Крузаке 200-м. Ну, вот эти переключения мультимизма. У тебя же была возможность и 200-й Крузер, правильно? Посмотри, здесь просто пластмассовые кнопки, а у Крузака кнопки с хромом. Короче, парни, это у всех же прям досконально, знаешь, ну, примерно одна. Это у всех тестеров такая история. Примерно одна история. Короче, он, как и я, слепой, он все на ощупь. Все на ощупь, все пальцы. Слега и себя на ощупь. Не, знаешь, проблема в чем была, ребят? Когда мы приехали на Land Cruiser, на Урале, у вас там не было, да? Мы попали на дорогу, которая выглядела просто как снежная дорога, которая, ну, обычная дорога, и начали застревать там. То есть, должно было быть наоборот, мы должны были попасть на дорогу, которая выглядела бы там просто апокалипсис, а Land Cruiser едет. А мы попали на обычную дорогу, по которой Land Cruiser проехать не мог, он все время застревал там. И вам пришлось вытягивать? Да, вытягивать, мы там реально очень много мучились там, все, вот. А с этим как было? А с этим мы поехали в пустыню. Ну. И когда мы там что-то, вот, не знаю, оператор говорит, так, подвинь там вот мне на метр сюда, там еще что-то. Я метр съезжаю, машина села. На брюхо? Там песок такой, да, песок такой неприятный, он как бы такой... Зыбучий. Зыбучий. Да, зыбучий. Короче, машина села, но там я включил все системы, и она потихонечку, потихонечку выскочила. Хотя, когда она села, я ее не заметил. Он говорит, все, 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 останавливаю. Я выхожу, смотрю, реально, тачка в песке, и она застряла. Я понимаю, что выбраться невозможно. Потом думаю, надо попробовать. Сел, нажал, и она выехала. Ну, главный вопрос, скажи, стоит лишнего миллиона Lexus 570? Я бы не стал. Короче, парни. На мой взгляд, как бы, Land Cruiser более правильный, более такой, не знаю, настоящий. Ну, не раскатывайте губу, у Паши нет и на обычный Cruiser денег. Он нищий человек. Как и Серега. Да, и как и ты. Мы нищие люди, и наш бронепоезд стоит на запасном пути. Короче, лучше, проще купить двухсотый Cruiser, правильно? Да, я так считаю. А что за люди вообще? А, либо, кстати, это дизель или бензин? Нет, это бензин. Бензин, к сожалению. Бензин ерунда. Дизель? Дизель вообще супер. Я ездил и на том, и на другом. И вначале я прям был очень расстроен. Ну, ладно, брат, ты хавать идешь? Да, я хавать. Ну, давай, идем. А куда вы идете? А сколько здесь? Мы молодцы. С Киев вместе. Сколько столовка здесь стоит пожарить? Сейчас пытался как-то под... 250 рублей. 250 рублей, миллионер. Поэтому у него нет Cruiser, потому что все, на жрачку спускаешь. А Серега не ест, он пьет. Все, давай, брат. Спасибо. С твоим, с твоим. Отлично все. Скоро дадим тебе возможность послушать. С твоим отлично. Ну, все. Давай, брат. Ну, все. Значит, парни, показываю еще раз. Так ты уж показывал. Сел. 11-дюймовый монитор. Этого монитора не было, соответственно, да? По-моему, он... А, нет. Его и не было вообще, в принципе, не предполагается задняя мультимедиа для пассажиров. Слушайте, а про какую кожу он говорит, что ее стало больше? Нет, ну здесь чуть больше кожи. Ну, бой, вообще везде. Ну, что значит, бой, толще, что ли? Ну, что мы будем спорить с профессионалами? Нет, погоди, погоди. Почему бы с профессионалом спорить? Отрез кожаный дают, что ли, с собой еще в магазине? Нет, ну, может быть, вот здесь. На портке, на галифе кожаный. Ну, может быть, вот здесь больше кожи. Вот это больше кожи, да. Мне кажется, это... Если вы не помните, какого цвета был багажник, зачем вы спорите с профессионалом? Паша даже не помнит, как на руле мультимедиа устроено. Короче. Ему просто кажется, что кожа больше. Да ладно, мы забудем про этот автомобиль через пять минут после того, как Ксения выключит камеру. Мы не вспомним даже индекс этого автомобиля. Короче, вот отличие. Там вручную у вас двигается задний диван, задний сиденье. Здесь электропривод. Как? Ноги пачкаются? И самое главное. Вот. То есть, вам в любом случае надо будет вставать на подножку и опять, вот понимаете? Ну, парни, это не претензия. Это реальность. Это реальность. Просто констатация факта. Давайте посмотрим, где тут кожа-то стала кожа. Ну, вот здесь, наверное. Может, вот здесь. Да ладно, там тоже есть кожа. Вот прям реально. Значит, самое главное, на что обращает внимание. Вот эти записки, вы их обнаружили? Нет. Данный автомобиль оснащен гидропневматической подвеской. При температуре ниже сорока градусов, пожалуйста, не эксплуатируйте автомобиль. Не эксплуатируйте. Смотрите, как не попасть в ДТП? Не эксплуатируйте автомобиль. Как сделать так, чтобы ваш автомобиль не украли? Не покупайте его. Значит, ладно, давайте. Класс. Давайте к двигателю. К двигателю, да. Ну-ка, открывай мандулу. О, хром. Какой хром. Пластик. Цвет. Цвет хром. В-8. Значит, сколько лошадей? Значит, по паспорту 367 лошадиных си. Очень дорого. Наверное, 1050 налог. С учетом расхода, ну, порядка четырнадцать. Давайте так. Что? Пошел ты. Я человек, который сегодня... Подождите, подождите. Какой четырнадцать? Это у дизеля четырнадцать? Подожди. Я говорю про паспортные данные. Врут? Врут. Кстати, я сегодня, знаешь, для экономии что сделал? Ну. Я сегодня утром ехал по трассе со сложенными зеркалами. Далой экономию. 0,1 литра. Реально. Короче, история такая. Слушайте, парни. Эта штука жрет минимум 18,5 литров, когда ты едешь просто с горы накатом. Вот это минимум, до которого мне удалось спустить трассу. Может быть, надо выключить было фары и кондиционер. Но обычный расход, обычный в этой штуке в городском режиме 19,5-20. Но когда я взял машину Русто, было 22. Ну, вы видели эти данные с бортового компьютера. Мы их публиковали в нашем официальном инстаграме. За двадцатку, парни. Поэтому вот эти 14 литров, которые заявляет производитель... Иван, но давайте так. Ну, давайте так. Тачка новая. Тысяча километров проехала. Погоди, у дизеля 249 лошадей, здесь 367, так? Но в дизеле, который ставится на этот, на Лексус, 272 лошади. Ну, хорошо, хорошо. Пускай. При том же объеме. Пускай. Но суть-то не в этом. Суть в том, что у Тойоты, в принципе, вот решение с, так сказать, с гармоничным, скажем так, соотношением массы лошадиных сил и прожорливости, оно не в пользу этой машины, говорит. Потому что, смотри, у дизеля жрет 14,5 у меня получалось, да? А бензин получается 19. В пропорциональном соотношении получается, что дизель еще и более-менее мощный, жрет, ну, в пересчете, да, условно говоря, больше, чем бензиновый мотор. Это тупо. У дизельного мотора очень и очень приличный крутящий момент. 650 ньютонов. Ребят, и он... Но, кстати говоря, особой разницы между ними нет. Глобально, да. Нет. Но, как мне кажется, проблема в следующей. Проблема в том, что заправляться надо каждые два дня. Это первое. А второе, в России все-таки, мы уже говорили очень много об этом, если вы покупаете крупный внедорожник, ваше предпочтение ваше, это все-таки дизельный мотор. Правильно? Да. Значит, глобально нарекания к этому мотору, который, я думаю, существует в природе уже последние лет 20, может быть, 25-30, и с различными доработками, да, и техническими нововведениями. Ну, что там, работает и все. А перекочевывает из одного поколения. Приятственный. Ну, теперь... Разгоняется автомобиль, по-моему, за 8 с небольшим секунд до 100 км в час. Прекрасный клиренс. Да. Замечательная оптика. Кстати говоря, давайте вот заведемся именно оптику, послушаем, посмотрим, да. Ну, какой может быть оптика в автомобиле за 4 миллиона 999 тысяч рублей? Видите? Двигается, двигается оптика. Ну, одни из самых авторитетных сегодня фар на рынке, потому что, когда сзади тебя едет вот этот товарищ, в принципе... Лучше... Лучше уступить дорогу парня. Ну, всем... Именно сам оттенок этого цвета, да, он не ксеноновый, да, и не паленок сеноновый, а такой белый-белый-белый лет. А белый человек едет. Белый человек. Да. А ну-ка помигаем теперь дальним светом. Как это выглядит? Вы хотите ослепить меня? И Сеню? У нас сейчас камера вырубится? Чувак, осторожно. Да. Ну, в общем, свет на самом деле хватает. В общем, в целом, если говорить о внешнем виде этого автомобиля, выглядит очень-очень авторитетно. Мне кажется, значит, и 200-ый в новом кузове, и Lexus 570-ый, однозначно, да, вот эта платформа тойотовская выглядит интереснее внешне, чем Cadillac Escalade, однозначно более брутально, чем Q7, да. Ну, с Патриотом, единственное, бодается, по-моему. Да, может быть, да. Шутка, а теперь… И однозначно интереснее, чем вот последнее поколение уже от компании Mercedes-Benz. Ну, давайте, друзья мои, теперь выясним, за исключением кожи, большего количества хрома, мониторов… Вот это вот рамочки, рамочки, рамочки. Да, рамочка. Посмотрите, прекрасных дисков. Да, 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 рамочка. Значит, что же у нас входит в миллион, который вы доплачиваете к узеру? Да. А реальные перемены действительно в оснащении есть. Сейчас мы с ними познакомимся. Друзья мои, в интерьере произошли разительные перемены. Во-первых, конечно же, огромный мультимедийный дисплей. 12 с лишним дюймов, парни. Да, то, что когда-то начали в BMW, докатилось, показывая, что это самый настоящий успех и тренд, докатилось и до Лексуса, до Тойоты. 12 с лишним дюймов. У меня первый шар был телевизор 14 дюймов. Брат, ты сам меньше 12 дюймов. Намного причем. Да. Так вот, друзья мои. Дерево. Дерево, как правило, мерзкое. Да? Но здесь оно выглядит лучше, чем в... Извините, пожалуйста, я знаю, как вас раздражает звук кольца. Кольцо. Но здесь он выглядит лучше, чем в 200-м крузере. Часы. Но вот эта панель... Давайте посмотрим, как это выглядит. Покажи, вот, 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 вот. Оп. Ну, скрытый, в общем, да? Подсветка. Скрытые все иконочки, да, вот эти. Да, и решение другое. Потому что в крузере эти кнопки, они плоские и большие, а здесь маленькие вот эти вот переключатели, да? И есть в плане климатической установки, есть так называемый climate concierge. То есть, когда вы нажимаете эту кнопку, сейчас не буду это делать, у вас климатическая установка вкупе с подогревом сидений, руля, лобового стекла, заднего стекла, зеркал, начинает работать по некой программе, по некому алгоритму, размораживая всю машину, как ей хочется самой. Что касается климата, вот у нас, опять же, да, включился этот режим. В общем, чтобы добраться до переключения кондиционера, опять же, нужно зайти в меню. Мы говорили уже о том, что это не совсем удобно. Ну и в том же... И во второе меню надо зайти, чтобы вам включить обогрев нитями лобового стекла, да? И все это надо делать, ребят, самое потрясающее, что все это надо делать классическим лексусовским джойстиком, который стал... И он адски, адски неприятный. Который стал более таким, ну, я не знаю, понятным... Чувствительным? Он, знаете, более... Каким? Ну, тут я не знаю... Каким? Интерфейс. Ну, вот он работает с качками, да? То есть, там есть как-то демпферы какие-то, да. Он, собственно говоря, зонально работает. Иногда проскакивает. Вот хочешь телефон, а он тебя раз и там и соскочил на карту. Да. Ну, в общем, здесь у нас автомобиль. Ну, вот, пожалуйста, вам. Вот расход. Вот мы взяли автомобиль. Он проехал к тому моменту около тысячи километров. Вот расход, когда я был за рулем. Да, вот Серега за рулем этого автомобиля. Ну, вот средний 18, лучше 13,7. Пожалуйста. Ну, это значит, что он катился. Да, это значит, что он катился. Что у нас есть? Здесь немножко по-другому расположены все те блоки, которые отвечают за внедорожные характеристики этого автомобиля. Значит, реализация внедорожных всех вещей, в Лексусе 570. Аналогично тому, что мы видели в 200-м Крузии. Кнопки те же, но расположены иначе. Да, иначе и расположены. За исключением того, что у нас есть пневмоподвеска, да? Да. Значит, обрати внимание на кнопку подогрева руля. На самом деле, это самый циничный подогрев руля, который можно встретить на рынке, потому что зоны одревления, или, как сказать, одеревянливания. Не важно. Не знаю, как это слово. Да, мы в свободной стране. Так вот, то, что греется, находится вот исключительно вот в этих зонах. Все остальное – ледяное, холодное, неприятное, отвратительное. Да? И, опять же, я вот Паше Блюденову обращал внимание, а он не вспомнил. Но вы, если внимательно сравните с тестом Крузака, я уверен, согласитесь со мной, что переключатели вот сами мультимедиа, там, да, и, что это, ну, бортового компьютера здесь выглядит более просто. Здесь более просто. Сейчас в 200-м Крузе. У Крузака у него… Но руль новый. Руль новый, да. Значит, из реальных перемен, которые в этом автомобиле есть. Да. И которые отличают его от 200-го Крузера. Давайте. Значит, смотрите. Задний электропривод, привод, электропривод задних кресел – это первое. Значит, мультимедиа-система для задних пассажиров, она 11-дюймовая. Значит, третья. Давайте, вот сейчас Серега вам покажет. Да. Значит, третья. Наконец-то, в отличие от 200-го Крузера, у вас есть троекратный повторитель поворота. В 200-м этого нет. То есть, люди считают, что надо доплатить 200, чтобы появился… А, лимон. Миллион. Ну, если поделить, наверное, 200. Если все функции поделить на этот миллион. Значит, затем, в отличие от Крузера, здесь приятный гудок. Давайте послушаем. Он приятный. Но, в любом случае, этот гудок не соответствует… Масштабу. Масштабу этого автомобиля. Его массе и говорит. И в третьем у нас есть, наконец, проекционный дисплей. Правда, чтобы вот наблюдать за скоростью… Я попробовал разные комбинации в нем. Надо сидеть немножко вот так. Вот тогда ты… В принципе, пацаны, которые покупают 570, они так и сидят. Потому что вся проекция смещена куда-то вот туда, за горизонт вправо. И чтобы наблюдать за скоростью, надо ехать вот так вот, в принципе. Ну, как этот, который про космос все говорит-то, в каталке ездит? Кто? Ну, ладно. Не важно, тут скажешь и издеваются уроды. Значит, камера, да. Мне кажется, что камера могла бы быть немножко почетче. Говорят, 9 камер. Ну, они… Я имею в виду само разрешение, каждый из них. В принципе, не самый плохой вариант, но можно… Вот видите, деревья какие размытые. Какие они на самом деле четкие и, так сказать, осязаемые. Мне интересно, как вы видите в очках? Как я вижу? Хочешь, покажу? Нет, не хочу, не хочу. Значит, что у нас здесь есть? Два подстаканника. Та же самая ниша для беспроводной зарядки вашего смартфона. Здесь у нас USB AUX. Это все закрывается. Это все закрывается, да. Здесь у нас, вот видите, заклеили, чтобы мы не вытащили microSD-карту. А мы все равно ее вытащим. Да, мы вытащим обязательно. И потом заклеим обратно и скажем, что не мы ее вытащили. Бледенов вытащил. Вот еще в Объединенных Арабских Эмиратах. Очень похожий блок, который отвечает за люк и за свет в салоне. Есть мягкая подсветка, вот, ну, видите, вот она, ног. Мягкая подсветка ног. Ну, и пассажирских, и водителя. Для любителей фут-фетиша, чтобы ехать и смотреть, что как там. Ручка на своем месте. Здесь опять же пластик, хотя вот есть у нас такая прострочка. Но, в целом, вот, ну, не знаю, парни, сравните. Вот, Тём, давай ты, наконец, посмотришь и послушай, что мы говорим. И, может быть, разделишь экран на два и в одном из экранов дашь вот буквально несколько кадров, до статичных нашего теста 200-го крузера, когда мы сидим в салоне. Да, вот посмотрите. С бильярда. Нет, нет, Синь, вот так вот покажи, вот так вот. Дал статично, всё. Дал статично. Здесь тот же самый у нас холодильник. Кто включил его? А, нет, всё выключил. Что так шумно-то? Очень шумно, очень шумно. Ну, и что, будем мы проверять внедорожные характеристики? Нет, внедорожные не будем. Мы просто проедемся. Чуть-чуть проедемся. Спросим людей, что они думают об этом автомобиле. Да? Всё. И, опять же, обращаю внимание ваше на цвет салона. Вот этот светлый. Это самый непрактичный цвет в условиях вот этой грязи, в которой мы живём большую часть времени. С которой мы боремся, а не живём. С которой мы боремся. Ну, посмотри, весь. Тарабы, Тойоте, принячка. Нет, тачка была идеально чистая, вот когда мы её взяли. Ну, посмотрите, мы успели буквально за неделю... Ухайдакать. Ухайдакать. Просто-просто выходя и опять... Так вы грязнули. Садясь в автомобиль. Ну, всё, давайте проедемся. Правильно? Давайте. Субъективно, друзья мои, что касается, так сказать, характеристик езды этого автомобиля, Ощущение такое, что шумоизоляция, ну, чуть-чуть лучше, чем в 200-м Крузере. Но, в принципе, и в 200-м Крузере она, так сказать, не вызывает вопросов. На достойном уровне. Да, никаких особенно. Может быть, даже это субъективное ощущение. Всё-таки ты же в Лексусе, но должно быть... Очень похожая история с капотом, да, вот с этим дизайнерским решением. Ну, тоже он таким более брутальным. Там более вычурный. Да, да, там такой совсем мужик-мужик. Да. Во всём остальном, ребята, ну, мы достаточно подробно рассказывали. Ну, идеальная тачка. Парни. Идеальная тачка, в котором, опять же, не слишком много места. Да, да. Вот, к сожалению, к большому, рамная конструкция этих автомобилей делает их не очень комфортными для пассажиров заднего дивана. К большому сожалению. Хотя, я думаю, многие с нами поспорят. Но вот просто самого места, да, объём пространства наверняка на дальнее расстояние вам будет удобно расположиться сзади, да. Но это идеальный автомобиль для богатого руководителя колхоза. Да, да. Который поднялся на продажи полей под ИЖС. Нет, который, значит, поднялся, после этого, я не знаю, каким-то образом приватизировал. Вот видите, владельцы Lexus в предыдущем кузове, значит, внимательно присматриваются к изменениям, которые произошли с этим автомобилем. Давайте пропустим, пропустим. Он прекрасно ускоряется. Несмотря на массу, да. Ну и расплата за это в городе минимум 20 литров. Пожалуйста. Ну, я думаю, что человек, который пришёл в салон и отдал там 5 миллионов рублей за этот автомобиль, минимум. Причём, на самом деле, смотрите, минимум у вас попросят 4 миллиона 900 с копейками, а в максимальной комплектации этот автомобиль будет стоить там 5 миллионов 800. Ну, то есть, достаточно небольшой шаг внутри именно дополнительных опций, пакетов, да, дополнительных опций, которые вам предлагаются. Там плюс 200, наверное, плюс 200, плюс 200, и вот у вас уже топовая комплектация с третьим рядом сидений. И с максимальным количеством дополнительных опций. Но нам нужно спросить у женщин. Обязательно, обязательно. Парни, правда, вот ещё раз, если вам интересно то, как этот автомобиль стоит на дороге, как он едет, значит, какие ощущения вы испытываете за рулём этой тачки, пересмотрите тест 200-го крузера. Здрасте, здрасте, здрасте. Надо женщин обязательно спросить. Женщин, да. Лексус, это... Женщины же любят Лексус за его вот эти дизайнерские решения. Нет, за то, что человек, за то, что человек, который сидит в Лексусе, он решает. Решает. Ну, кстати, я разместил фото морды Лексус 570 в нашем инстаграме BigTestDrive и задал вопрос, метросексуал или брутал? Значит, большинство, я так понимаю, высказалось за то, что это всё-таки метросексуал. Что бруталом в данном конкретном случае всё-таки будет 200-ый крузер. Ну, в общем, на цвет и вкус, знаете, товарищ... Давай так, на цвет и вкус есть цена. Да, плюс миллион рублей. Плюс миллион рублей. Если тянет карман, парни, всегда есть куда впинь. Лишний миллион, да. Ну всё, мы ищем место тогда и будем работать с женщинами, правильно? Как работать мы будем с женщинами? Мануально. Онлайн будем работать с женщинами? Онлайн-женщина. Онлайн-женщина. Нет, здесь нет места. Мы сейчас найдём. Ну, в общем, район Шабалки очень напряжённый с точки зрения движения и парковки. Всё, ищем женщину, ищем место. БОЛЬШОЙ ФЕС ПРАИМ Чё, как? Как зовут? Да ничего, Евгений зовут. Там чё, костюм у тебя? Да. А чё ты куда? Ты из филармонии, что ли? Я приветствую. Ну-ка, давай исполни чё-нибудь. Давай. А что, например? Ну, например, «Я вас любил», «Любовь ещё быть может», «Душе моей угасло» не совсем. Это не песня, вернее, это что-нибудь такое на автомобильную тему. Давай. «Эх, тройка», «Птица». Даже не приходит ничего. Ну-ка, давай. Ну, что-нибудь, пой давай. Чего-нибудь, чтобы мы поняли. Этот день победы. Так, на святое, на святое. Это праздник с сединою на висках. Подожди, а давай что-нибудь из Лещенко. Пётр Лещенко. Широка страна моя родная. Ты в Трубегалкино, что ли? Погоди, брат, как тебя зовут-то? Евгением меня зовут. Жека, у тебя есть машина? Нет, у меня нет. Вообще нет машины? Нет, вообще есть машина? Есть, да. Какая? Ну, Peugeot 479. Кто водит-то её? Жена водит. Сколько эта штук стоит? Ну, это Lexus 570. Сколько? Ну, я думаю, наверное, по 4 миллиона где-то так. Под 4? А правильный ответ? 4 999. Опять, да. Видишь, миллион не чувствуется населением, да? Брат, что за народ едет? Ну, понимаешь, это же самое, что 200-й и Lexus. Я шесть раз был на Сахалине, там ездят предприниматели, бизнесмены, начальники какие-нибудь. Ну, это только... Ну, забуревшие? Ну, конечно, нет. Простому человеку, такому даже среднему классу, это даже вообще не нужен такой автомобиль. Не нужен. Сколько думаешь, что у него расход, если бензиновый мотор? А сколько объем? 5 и сколько? 5,7. Ну, пример. Нормально. На деньги? В деньги или чего? В литрах. В литрах. На сотку. На сотку. Может быть, я не знаю, литров 20, может 25, не знаю. Молодец. Молодец. Ну, все, брат. Поешь-то хорошо. Победный Лещенко пел? Нет. Да, Лещенко пел. Только Лев Лещенко. Не Петр. Ну, все, брат. Что это еще из Лещенко? Из Льва. Прощай, со всех вокзалов поезда уходят в дальние края. Прощай, 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 прощай. Прощай, расстаемся навсегда под белым небом января. Прощай, и ничего не обещай, и ничего не говори. А чтоб понять мою печаль, пустое небо посмотри. Туда смотри. Ребят, в рамках проекта Машина Позитива продолжаем вручать подарки от компании Kia Motor. Извините, пожалуйста, как вас зовут? Лена. Здравствуйте. Сколько вам лет? Мне 43. А вашему ребенку? Мне 8 лет. 8 лет. Как тебя зовут? Артем. Вам кто-нибудь когда-нибудь на улице вручал просто так подарки? Нет. Никогда? Ни разу? Ни разу. Можно мы заберем вашего мальчика, а вам в замену этого отдадим подарок? Шутка. Вот смотрите, у нас есть замечательный подарок для вас от Михаила Николаевича, который зашел на сайт машинопозитива.ру, оставил там заявку, написал несколько слов о себе и подарил вам сегодня в этот прекрасный день. У вас есть мобильный телефон? Конечно. Нет. Смотрите, дополнительный аккумулятор для вашего мобильного телефона абсолютно бесплатный. Честное слово. Вот смотрите. Только вы нам обещайте, что вы обязательно зайдете на сайт проекта машинопозитива.ру, также поделитесь своим позитивом с другими людьми и найдете Михаила Николаевича в социальной сети в фейсбуке и скажете ему спасибо. Хорошо, обязательно. Так, и пакет тебе дарим. Представляешь, брат, что подарили тебе? Да, мы вас часто смотрим, кстати. Правда? Да. С кем? С детьми и мужем. А есть еще дети? Есть. А где они сейчас? На занятиях. На занятиях. Ну, спасибо большое. Счастливо. Спасибо большое. Спасибо. Ребят, заходим на сайт нашего проекта машинопозитива.ру, проходим несложную процедуру регистрации и дарим позитив всей страны. А мы с Серегой выходим на улицы наших городов и вручаем этот позитив. Спасибо кому надо сказать. Людям. Машинопозитива. Киа Моторс. Спасибо. Машина позитива. Меня зовут Карен. Карен? Карера. Карера? Да. Вы откуда? Я из Камеруна. Камеруна? Отлично, брат. У нас программа про автомобили. Мы тестируем вот эту тачку. Да. Можно тебя попро... Вот светятся фары серые. Что за тачка? Узнаешь? Пойдем. На секундочку. Какая марка? Ну? Стоп. Так. Узнаешь марку? Что за машина? Не заслоняйся, не дай товарищу посмотреть мимо это. Это не сам тачка? Отлично. Отлично, отлично. Все, спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Да, спасибо. В Камеруне просто... Это бомба. Идемте. Идемте к нам. Нам интервью. Интервью. Стоять. Бояться. Правильно. Правильно. Интервью длится минута, а лечение год. Годы. 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Можно вас на одну секундочку? Здравствуйте. Здравствуйте. Это телевидение, да. И радио России. Можно вас на секундочку? Такая роскошная женщина. Как вас зовут? Светлана. Светлана. У вас есть машина? Нет. А в семье? У папы? Есть. У друга какая? Какая машина? У нас патриот. Правда? Да. А с виду? Светлана, можно вас на секундочку буквально? Раз в шестнадцать. Я просто тороплюсь. Да, 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 да. Одну минуту буквально просто. Светлана, мы сегодня тестируем вот этот автомобиль серый со светящимися фарами. Да. Узнаете марку модель? Что это такое? Замечательно. Что это? Сейчас надо посмотреть. Ну пойдемте, пойдемте на секундочку. Быстрее. Я вас держу, держу. Не страшно ходить на каблуках по Москве? Нет. Не страшно. Падали когда-нибудь? Это, наверное, 420-й. 420-й. А что за 420-й? Лексус. Лексус 420-й. Хорошо. Душамы, сколько эта штука должна стоить новая минимум? Вот едет человек в такой тачке, ты знаешь, сколько он в рублях за нее минимум отдал? Минимум. Ну я просто знаю. Душой, сердцем. Сколько? Говори. Ну в районе 4,5. 4,5. Хорошо. А что за люди вот покупают именно такие тачки? Разные. Ну примерно. Бандиты. Нет. Убийцы, шпана. Кто? Цискоридзе. Те, кто долго накапливал, например. Накапливал. Да. С рождения, да? Как капитал материнский, да? Но они тревожные или скорее всего такие безурядные? Слушайте, ну конечно статусная машина. Не, ну люди опасные внутри или в принципе такие лоховатые? Нет. Люди могут быть разные. В любом автомобиле. Да? Да. Даже в Запорожье? Даже в Запорожье. Хорошо, душа. Ну спасибо вам большое. До свидания. До свидания. А молодой человек у вас есть? Есть у вас мужчина. А давайте мы вам другого подберем. Получше. А муж и ребенок есть. Ребенок есть уже. Ясно. Вот видишь, прижили ребенка. Ясно. Вот еще одна девушка в шубе. Не надо тыкать пальцы, идиот. И все. И все. На востоке за такие жесты пальцы обрывай. Добрый день. Извините, пожалуйста, телевидение Радио Россия. Можно вам один вопрос задать? Можно вам один вопрос задать? Самое настоящее телевидение. Один вопрос. Один вопрос. У вас такая шуба хорошая. Выключайтесь. Как вас зовут? Катя. Катенька. Катюша, у вас есть автомобиль? Нет, без права. А в семье? Есть. А у мужа? Нет, у мамы. У папы? У мамы есть машина. А какая у мамы и папы машина? Мазда, Хонда, Мерседес. Хорошо. Душа моя. Вот мы сегодня тестируем вот этот автомобиль серый. Видите? С включенными фарами. Лексус. Сколько эта штука стоит? По цвету вашей шубы. Ну, где-то около семи миллионов. Семи. А что за народ там ездит обычно в таких? Без понятия. Ну, примерно. Пойдете. Мне дела просто. Катя, вы такая симпатичная. Хотите моего мужа найдем? Я уже нашла один раз. И что он? Извращенец? Нет. Бил? Пил? Я его била. Серьезно? А чем? За что? Извращенец был? Или не хотел убираться в комнате за собой? Вас не любил? Нас бил? Любил еще как. Любил еще как? Эх, Катя, ну а в чем была проблема-то главная? Женщина, что поделать? А, бабы другие были? Нет. А, вы? Конечно. Вы сложный человек. А вы хорошая женщина? Замечательно. Давайте мы вам найдем мужчину, который будет... Вы не найдете его. У нас смотрит миллион человек. У нас 600 тысяч голодных истекающих желаний мужчин. Ну понятно. Я уже давай поженимся была, поэтому... Серьезно были? Ну и как? Не помогло? Видели живому Гузееву? Конечно. Три года назад. Ну нашли кого-нибудь они вам? Нет. Я почему, когда они накрашены, когда в таком плохом виде... Вы прекрасно выглядите. Вам больше 22 не дать. Не слушайте никого. Ну, примерно так. Ну и как дела? Тогда все. А что в мужчинах вас вот привлекает? Ой... Что к ним привлекает? Ничего не привлекает? Ну, верно нет. Зато айфон 6 плюс, правильно? Ну, все. Давайте отпустим, отпустим. До свидания. Гузееву привет передать? Да. Ну ладно, давай. Всего доброго. Давай, Катюша. Значит, Тим Керми был. Катя был. А кто еще был? Это программа для несчастных людей. И группа иероглиф. Ну что, мне кажется, что мы сегодня установили истину. Правильно? Да. А цену определяют достаточно четко. 5-6 миллионов. Все четко видно. Ребят, в общем, хотите автомобиль за 2 миллиона 999 тысяч? Это я сейчас про Toyota Land Cruiser минимальной комплектации. Пожалуйста. Хотите автомобиль Toyota Land Cruiser 200 за 5 миллионов? Пожалуйста, ваш выбор. Только шильдик будет другой. Да. Девушка, извините, пожалуйста. Не надо. Уже извинила. Она слушает радио. Да. Ну хорошо. Осталось раздать подарки. Да. Ну все. Что за тачка? Узнаешь? Что за машина? Не заслоняй, Сеня. Дай товарищу посмотреть внимательно. Это Nissan Qashqai. Отлично. Дорогие товарищи, друзья. Говорит и показывает Москва. Шуховская телебашня. Шуховская телебашня в эфире. Шамоловка в эфире. Иди сюда, Сеня. Значит, друзья мои, мы сменили локейшн, потому что у Рустама началась социофобия. Он говорит, что он боится людей. А здесь... Мы решили спрятаться за высоким забором с колючей проволокой. А здесь закрытая режимная тема. Здесь просто так народ не шарится. И мы выбрали для нашего теста автомобиль Lexus 570 Yamana. 2016-2017 модельного года. Мы в будущем. И вы с нами. Друзья мои, на самом деле, если быть серьезными, то основная задача нашего теста, я думаю, что он не будет особенно длинным сегодня. Не дольше полутора часов. Наша задача выяснить, чем эта тачка реально отличается от 200-го крузака, который был у нас уже на тесте. Потому что в линейке Lexus, я так скажу, самое беспардонное перевешивание ярлыков происходит как раз среди крупных внедорожников Pradik и Land Cruiser 200. Вот два донора, которые, в общем-то, нахлобучиваются реальными шильдиками, еще парой-тройкой отличий и уже продаются совершенно с другим прайсом. На миллион дороже, как минимум. Давайте обойдем эту машину, которую вы уже непосредственно видели. Мы видели, конечно же, в репортажах наших коллег и на фотографиях. И давайте обратим внимание на морду. Значит, основная претензия нас с Иванычем к этой морде заключается в следующем. Да, этот X-образный, так скажем, или песочные часы, как их называют на автовазе. Но мы говорим, что это X-образный дизайн передней решетки радиатора. Он замечательно смотрится отдельно от машины, на автомобилях типа RX. На красивых фотографиях. На красивых фотках. Но когда мы видим этого огромного бегемота, особенно если в три четверти, Сеня, чуть-чуть с боковиной вместе, а боковина, извините меня, ничем не отличается от того, что мы видим у 200-го оригинальными типа фонарями, оригинальные вот эти противотуманки и решетка радиатора, да, типа оригинальная. Вот, все остальное. Выглядит на самом деле тачка очень брутально. Так же брутально, как и 200-ый Cruiser. Что касается самого тела, да, или кузова, ребят, значит... Ну, оригинальные диски. Да, оригинальные диски, 20-е и 21-е. Производитель говорит о том, что изменено в этом автомобиле с точки зрения кузовных деталей все, кроме дверей. Вот обратите внимание на двери. Да, ну и кстати говоря... А я согласен, а я согласен. Знаете, во-первых, они... Во-первых, они легкие, да? Ну, относительно, в принципе, такого масштаба кузова. И главное, ребята, машина люкс, типа супер элита. Но хотелось бы узнать, а где доводчики? Где доводчики? Это же люкс, я понимаю, что на крузаке они не нужны. Это минимум 5 миллионов рублей. Да, но нужен доводчик на двери. Значит, короче, короче, вот эти двери остались прежними. Вот эти все детали изменены. Значит, появилась вот эта рамочка, видите? Ну, то есть, очень много вообще, в принципе, хромированных деталей. Значит, у нас претензии, кстати говоря, были как к 200-му крузеру, так и к 570-му лексусу. Ребят, это один из самых грязных автомобилей, которые притягивают к себе грязь, землю, в общем. А ты на три воска. Ну, ты думаете, это поможет как-то? Особенно грязь скапливается вот здесь, вот в этой ручке. И постоянно вы пачкаете руки. И вот смотрите, получается... Этот мужчина любит развлечения на заднем диване. Бэксид, бэксид пляжа. И получается, что вы потратили 5 миллионов рублей на тачку, а руки грязные. И вам нужно потратить минимум еще сотку, если мы говорим о Москве, чтобы вашу дверь открывал персональный водитель. Понимаете, чтобы вы не пачкаете руки. Кстати говоря, мы, насколько помним, у той же Toyota в Японии давно уже пассажирская задняя дверь в автомобилях такси, Crown, да, снабжена доводчиком электрическим. Когда нажимаешь кнопку, и дверь открывается сама. Значит, теперь задняя. Прикол в следующем. Эти тачки не популярны в Японии. Да. Прикол в следующем. Вы не встретите на улицах японских городов 200-ый Cruiser и Lexus 570-ый. Значит, приоритетные рынки – это рынок Соединенных Штатов Америки, российский рынок и рынок стран Ближнего Востока. Ну, вот где и покупают шейхи. Почему презентация, кстати говоря, на которую мы не попали, была именно в Объединенных Арабских Эмиратах? Ну, потому что этот автомобиль создан для чуваков, которые готовы сорить вот так. Не, но там, кстати, извращения приобретают невиданные масштабы. Ну, ладно, там бывают машины без печки с двумя кондиционерами, это нормально, когда наши привозят, и зимой никак не согреться. А как с двумя кондиционерами? То есть сплит-система висит где-то? Под жопой. Вот, там холоднее. Ну, это шучу. Но самое главное, что в Арабских Эмиратах в Катаре встречаются версии на ручке с индексом 600. Более того, у них встречаются версии пикап. Вы можете себе представить, да? Крузер пикап. Крузер пикап. Крузер пикап. Ну, людям нравится кататься. Нравится. Короче говоря, ребят, дизайн задних фонарей, да, в сравнении с, опять же, 200, есть некая, так скажем, женственность, да, в этих лампочках, но из-за того, что абсолютные размеры этих фонарей гигантские, да, они, в принципе, вот эту форму игривую, которая, я опять же, почему говорю, что игривая? Да, вот эти все линии лексусовские, да, надо было вписать вот в этот вагон, да, в этот огромный самосвал. Ну, и, условно говоря, здесь их выручает только сам непосредственный размер гигантский. И мне нравится у лексуса задний ход фонарей. Но он неизменным, такое ощущение, остается последние лет 15-20. Значит, ребят, были большие фары, опять же, да, вот стали они более узкими, появились вот эти дополнительные накладки. Значит, похожая очень история с открыванием крышки багажника. Кстати, говорят, вот нам позвонили из компании Toyota и говорят, что мы лохи, значит, каким-то образом все-таки можно открыть дверь. Какую? Ну, вот заднюю дверь. Ну. Без помощи рук, с помощью вот именно электрических систем. Если есть пистолет, можно открыть все. Ребят, багажник полностью идентичен багажнику, которым вы видели в тесте 200-го крузера. Ну, та же самая история, за исключением того, что в крузере даже со светлым полом салона багажник темный. А здесь у вас светлое абсолютно все. Да ладно, вы что, там тоже светлый? Нет, там темный. Темный, темный был пол. Светлый? Светлый. Тысяча рублей. Нет, тысячи нету. Чувак, я тебе серьезно. Десятка. Десятка, десять. Давай посмотрим. Десятка? Десятка? Десятка. Десятка. Хорошо, все. Замет она, парни, да? Значит, белый или черный пол был в 200-м крузере. Значит, понятное дело, что доступна версия… В багажнике. Доступна версия семиместной с третьим рядом сидений, правильно? Она будет самой дорогой. Но, опять же, мы упоминая историю с грязью, да, но вот… Самый непрактичный багажник. Вам не дотянуться до того, что лежит у вас в конце багажника. И возвращаясь к истории, о которой я говорил рядом с дверью, самый грязный автомобиль, да, притягивающий грязь. Вот любое ваше действие рядом с этим автомобилем, значит, приводит к тому, что вы пачкаетесь, грузитесь в автомобиль, выходите из автомобиля, открываете дверь. Короче, этот автомобиль предполагает наличие водителя, который за вас это все делает. Нет, предполагает наличие не России вокруг. Да, ну или не России. Какой страны, не знаю. Кстати говоря, не знаю какой. Вы обратите внимание, Серега помыл тачку. Я помыл ее вчера днем. А за сколько вы ее мыли, давайте? 450 рублей. 450 рублей. За это время, кстати говоря, не было никаких осадков, и она все равно покрылась пылью. Тонким слоем пыли вся покрылась. В принципе, она модного серого цвета, да, но уже глянца того былого, как после мойки, сразу нет. Значит, давайте сядьте. Ну я сажусь за Серегой. Да. Ну вот смотрите, значит, необходимо сесть. Да, есть ручка, она помогает вам забраться. Вот вы все сели перед вами. Ну и достаточно тесно. Да. 11-дюймовый монитор. Значит, чем, опять же, в чем отличие от 200-го крузера? Пожалуйста. Значит, в 200-ом крузере... Ручкой, рукой. Рукой вы все это делаете. А здесь кнопкой. Значит, вот видите, как раз у которых была возможность... Здорово, Виктор! Это Паша. Да, у Паши была... Он ездил по пустыне. Да, короче, значит... Ребят, есть по шабовке. Был в Объединенных Арабских Эмиратах, значит, была возможность у него протестировать этот автомобиль в песке, правильно? Правильно. И все. Давай, рассказывай, значит. Чего рассказывать? Мы только добрались до заднего дивана. До заднего дивана. Да, да. Давай, плюсы-минус этой тачки. Не, не надо плюсы-минусы. Чем эта штука глобально отличается от двухсотого, брат? Тем, что сюда добавили больше кожи, больше люкса, больше качества. И все. А куда они кожу добавили? Куда кожу-то добавили? Везде добавили. Везде потрогай. Ну, везде потрогай. Везде потрогать нехорошо. Не могу везде. Воспитание не позволяет. Везде потрогай. Больше кожи, больше всяких железочек, переключателей, кнопочек, всяких функций. Понятно. Ну, кстати, кнопки на руле, вот если мы сейчас перейдем к этому, выглядят в Лексусе беднее, чем в крузаке двухсотом. Ну, вот эти переключения мультимедиа. У тебя же была возможность и двухсотый крузер, правильно? Посмотри, здесь просто пластмассовые кнопки, а у крузака кнопки с хромом. Короче, парни, это у всех досконально. Это у всех тестеров такая история. Примерно одна история. Короче, он, как и я, слепой. Он все на ощупь. Все на ощупь. Слега и себя на ощупь и моет. Не, знаешь, проблема в чем была, ребят? Когда мы приехали на Land Cruiser на Урале, а у вас там не было, да? Не было, да. Мы попали на дорогу, которая выглядела просто как снежная дорога. То есть, должно было быть наоборот. Мы должны были попасть на дорогу, которая выглядела просто апокалипсис, а Land Cruiser едет. А мы попали на обычную дорогу, по которой Land Cruiser проехать не мог. Он все время застревал. И вам пришлось вытягивать? Да, вытягивать. Мы там реально очень много мучились. А с этим как было? А с этим мы поехали в пустыню. Ну. И когда мы там что-то вот, не знаю, оператор говорит, так, подвинь там вот мне на метр сюда, там еще что-то. Я метр съезжаю, машина села. На брюхо? Там песок такой, да. Песок такой неприятный, он как бы такой… Зыбучий. Зыбучий. Да, зыбучий. Короче, машина села, но там я включил все системы, и она потихонечку, потихонечку выскочила. Хотя, когда она села, я ее не заметил. Он говорит, все-все-все, останавливаю. Я выхожу, смотрю, реально тачка в песке, и она застряла. Я понял, что выбраться невозможно. Потом думаю, надо попробовать. Сел, нажал, и она выехала. Ну, главный вопрос скажи, стоит лишнего миллиона Lexus 570? Я бы не стал. Короче, парни… На мой взгляд, как бы Land Cruiser более правильный, более такой, не знаю, настоящий. Ну, не раскатывайте губу, у Паши нет и на обычный крузер денег. Он нищий человек. Как и Серега. Да, и как и ты. Мы нищие люди, и наш бронепоезд стоит на запасном пути. Короче, проще купить двухсотый крузер, правильно? Да, я так считаю. А что за люди вообще? Либо, кстати, это дизель или бензин? Нет, это бензин. Бензин, к сожалению. Бензин ерунда. Дизель? Дизель вообще супер. Я ездил и на том, и на другом. И вначале я прям был очень расстроен. Ну ладно, брат, ты хавать идешь? Да, я хавать. А куда вы идете? А сколько здесь? Мы молодцы. Сколько столовка здесь стоит пожарить? Сейчас пытался как-то... 250 рублей. 250 рублей. Миллионер. Поэтому у него нет крузеров. Ты все на жрачку спускаешь. А Серега не ест, он пьет. Давай, брат. Спасибо. С твоим. Отлично все. Скоро дадим тебе возможность послушать. Что там с твоим? С твоим отлично. Ну все. Давай, брат. Ну все. Парни, показываю еще раз. Так ты уже показывал. Сел. Сел. 11-дюймовый монитор. Этого монитора не было, соответственно, да? По-моему, он в... А, нет. Его и не было вообще. В принципе, не предполагается задняя мультимедиа для пассажиров. Слушайте, а про какую кожу он говорит, что ее стало больше? Нет, ну здесь чуть больше кожи. Ну где она? Вообще везде. Ну что значит больше? Толще, что ли? Ну что мы будем спорить с профессионалом? Нет, погодите. Почему бы с профессионалом спорить? Отрез кожаный дают, что ли, с собой еще в магазине? Нет, ну может быть вот здесь. На портке, на галифе кожаный. Может быть вот здесь больше кожи. Вот это больше кожи, да. Если вы не помните, какого цвета был багажник, зачем вы спорите с профессионалом? Паша, погодите. Но Паша даже не помнит, как на руле мультимедиа устроено. Короче. Ему просто кажется, что кожа больше. Да ладно, мы забудем про этот автомобиль через пять минут, после того, как Ксения выключит камеру. Это мы не вспомним даже индекс этого автомобиля. Короче, вот отличие. Там вручную у вас двигается задний диван, задний сиденье. Здесь электропривод. Как, ноги пачкаете? И самое главное. Вот. То есть вам в любом случае надо будет вставать на подножку и опять, вот понимаете. Парни, это не претензии. Это реальность. Это реальность. Просто констатация факторов. Давайте посмотрим, где тут кожа-то стала. Ну вот здесь, наверное. Может вот здесь. Да ладно, там тоже есть кожа. Там реально. Значит, самое главное, на что обращают внимание. Вот эти записки, вы их обнаружили? Нет. Данный автомобиль оснащен гидропневматической подвеской. При температуре ниже сорока градусов, пожалуйста, не эксплуатируйте автомобиль. Не эксплуатируйте. Смотрите, как не попасть в ДТП? Не эксплуатируйте автомобиль. Как сделать так, чтобы ваш автомобиль не украли? Не покупайте его. Значит, ладно, давайте. Класс. Вот это советы бывалых. На двигателе, да. Ну-ка. Открывай. Мандулу. О, хром. Какой хром. Пластик. Хром. Цвет. Цвет хром. В8. Значит, сколько лошадей? Значит, по паспорту 367 лошадиных сил. Очень дорого. Это, наверное, тысяч пятьдесят налог. С учетом расхода, ну, порядка четыре. Давайте так. Что? Пошел ты. Я человек, который сегодня... Подождите, подождите. Какой 14? Это у дизеля 14? Я говорю про паспортные данные. Врут. Врут. Кстати, я сегодня, знаешь, для экономии что сделал? Ну. Я сегодня утром ехал по трассе со сложенными зеркалами. Далой экономию. 0,1 литра. Реально. Короче, история такая. Слушайте, парни. Это штука жрет минимум 18,5 литров, когда ты едешь просто с горы накатом. Вот это минимум, до которого мне удалось спустить трассу. Может быть, надо выключить было фары и кондиционер. Но обычный расход, обычный у этой штуки в городском режиме 19,5-20. Ну, а когда я взял машину Русто, было 22. Ну, вы видели эти данные с бортового компьютера. Мы их публиковали в нашем официальном инстаграме за двадцатку, парни. Поэтому вот эти четырнадцать литров, которые заявляет производитель... Иван, но давайте так. Ну, давайте так. Тачка новая. Тысяча километров проехала. Нет, погоди. У дизеля 249 лошадей, здесь 367. Но в дизеле, который ставится на этот, на Lexus, 272 лошади. Ну, хорошо, хорошо. Пускай. При том же объеме. Пускай. Но суть-то не в этом. Суть в том, что у Toyota решение с гармоничным соотношением массы лошадиных сил и прожорливости оно не в пользу этой машины, говорит. Потому что, смотри, дизель жрет 14,5 у меня получалось, да? А бензин получается 19. В пропорциональном соотношении получается, что дизель еще и более-менее мощный жрет, ну, в пересчете, да, условно говоря, больше, чем бензиновый мотор. Это дупо. У дизельного мотора очень и очень приличный крутящий момент. 650 ньютонов. Ребят, и он... Но, кстати говоря, особой разницы между ними нет. Глобально, да. Глобально, да. Но, как мне кажется, проблема следующая. Проблема в том, что заправляться надо каждые два дня. Это первое. А второе, в России все-таки, мы уже говорили очень много об этом. Если вы покупаете крупный внедорожник, ваше предпочтение ваше, это все-таки дизельный мотор. Правильно? Да. Значит, глобально нарекания к этому мотору, который, я думаю, существует в природе уже последние лет 20, может быть, 25-30, и с различными доработками, да, и техническими нововведениями. Ну, что там, работает и все. Да. А перекочевывает из одного поколения. Звук у него приятственный. Да. Ну, теперь... Разгоняется автомобиль, по-моему, за 8 с небольшим секунд до 100 км в час. Прекрасный клиренс. Вот. Замечательная оптика. Кстати говоря, давайте вот заведемся именно оптику, послушаем, посмотрим, да. Ну, какой может быть оптика в автомобиле за 4 миллиона 999 тысяч рублей? Видите? Двигается, двигается оптика. Ну, одни из самых авторитетных сегодня фар на рынке, потому что, когда сзади тебя едет вот этот товарищ, в принципе... Лучше, лучше уступить дорогу парню. Ну, всем, именно сам оттенок этого цвета, да, он не ксеноновый, да, и не паленок ксеноновый, а такой белый-белый-белый лет. А белый человек едет, белый человек. А ну-ка, помигаем теперь дальним светом, как это выглядит? Вы хотите ослепить меня и сеню? У нас сейчас камера вырубится, чувак, осторожно. Так. Ну, в общем, свет на самом деле хватает. В общем, в целом, если говорить о внешнем виде этого автомобиля, выглядит очень-очень авторитетно. Мне кажется, значит, и 200-ый в новом кузове, и Lexus 570-ый, однозначно, да, вот эта платформа тойотовская выглядит интереснее внешне, чем Cadillac Escalade, однозначно более брутальная, чем Q7, да. Ну, с Патриотом, единственное, бодается, более-менее. Да, может быть, да. Шутка, а теперь... И однозначно интереснее, чем вот последнее поколение уже от компании Mercedes-Benz. Ну, давайте, друзья мои, теперь выясним, за исключением кожи, большего количества хрома, мониторов... Вот это вот рамочки, рамочки, рамочки. Рамочки, да, рамочка. Посмотрите, прекрасных дисков. Да, 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 рамочка. Значит, что же у нас входит в миллион, который вы доплачиваете к узеру? А реальные перемены действительно в оснащении есть. Сейчас мы с ними познакомимся. Друзья мои, в интерьере произошли разительные перемены. Во-первых, конечно же, огромный мультимедийный дисплей. 12 с лишним дюймов, парни. Да, то, что когда-то начали в BMW, докатилось, показывает, что это самый настоящий успех и тренд. Докатилось и до Lexus, и до Toyota, да. 12 с лишним дюймов. У меня первый шар был телевизор 14 дюймов. Брат, ты сам меньше 12 дюймов, намного причем. Да. Так вот, друзья мои. А дерево? Дерево, дерево, как правило, мерзкое. Но здесь оно выглядит лучше, чем в... Извините, пожалуйста, я знаю, как вас раздражает звук кольца. Значит, но здесь он выглядит лучше, чем в 200-м крузере. Часы, но вот эта панель... Давайте посмотрим, как... Покажи, Сень, вот-вот-вот-вот. Оп. Ну, скрытый, в общем, да. Подсветка. Скрытые все иконочки, да, вот эти. Да, и решение другое, потому что в крузере эти кнопки, они плоские и большие, а здесь маленькие вот эти вот переключатели, да. И есть в плане климатической установки, есть так называемый climate concierge. То есть когда вы нажимаете эту кнопку, сейчас не буду это делать, у вас климатическая установка вкупе с подогревом сидений, руля, лобового стекла, заднего стекла, зеркал, начинает работать по некой программе, по некому алгоритму, размораживая всю машину, как ей хочется самой. Что касается климата, вот у нас, опять же, да, включился этот режим. Чтобы добраться до переключения кондиционера, опять же, нужно зайти в меню. Мы говорили уже о том, что это не совсем удобно. И во второе меню надо зайти, чтобы вам включить обогрев нитями лобового стекла, да. Не все это надо делать, ребят, самое потрясающее, что все это надо делать классическим лексусовским джойстиком. Джойстиком, который стал... И он адски, адски неприятный. Который стал более таким, ну, я не знаю, понятным... Не, нечувствительным, знаете, более... Каким? Нет, смотри, раньше он вообще вот мог и просто улететь куда-то. Здесь он более, ну, что ли, правильно... Дискретный, давайте так. Вот, давайте так, хорошо, более дискретно работает как-то. Значит, сам экран можно разделить на несколько частей и вывести сюда основные параметры автомобиля, основные пункты меню, которые вам необходимы. Ну, я согласен, Серега, одна из самых неудобных с точки зрения навигации... Один из самых неудобных с точки зрения навигации интерфейс. Вот он работает с качками, да, то есть там есть как-то демпферы какие-то, да. Он, собственно говоря, зонально работает. Иногда проскакивает. Вот хочешь телефон, а он тебя раз и там соскочил на карту. Да, ну, в общем, здесь у нас автомобиль. Ну, вот, пожалуйста, вам. Вот расход. Вот мы взяли автомобиль. Он проехал к тому моменту около тысячи километров. Вот расход, когда я был за рулем. Да, вот Серега за рулем этого автомобиля. Ну, вот средний 18, лучше 13,7. Пожалуйста. Ну, это значит, что он катился. Да, это значит, что он катился. Что у нас есть? Здесь немножко по-другому расположены все те блоки, которые отвечают за внедорожные характеристики этого автомобиля. Значит, реализация внедорожных всех вещей в «Лексусе» 570, аналогично тому, что мы видели в двухсотом «Крузии». Кнопки те же, но расположены иначе. Да, иначе и расположены. За исключением того, что у нас есть пневмоподвеска. Да. Значит, обрати внимание на кнопку подогрева руля. На самом деле, это самый циничный подогрев руля, который можно встретить на рынке, потому что зоны одревления или, как сказать, одеревянливания… Не важно. Говорите, как хотите. Да, мы в свободной стране. Так вот, то, что греется, находится вот исключительно вот в этих зонах. Все остальное – ледяное, холодное, неприятное, отвратительное. Да? И, опять же, я вот Паше Блюденову обращал внимание, а он не вспомнил, но вы, если внимательно сравните с тестом «Крузака», я уверен, согласитесь со мной, что переключатели, вот сами мультимедиа, там, да, и… Что это? Ну, бортового компьютера здесь выглядят более просто. Здесь более просто. Сейчас в 200-м «Крузаке». У «Крузака» у него… Но руль новый. Руль новый, да. Значит, из реальных перемен, которые в этом автомобиле есть. И которые отличают его от 200-го «Крузера». Давайте. Значит, смотрите. Задний электропривод… Привод, электропривод задних кресел – это первое. Значит, мультимедиа – система для задних пассажиров, 11-дюймового. Значит, третье. Давайте, вот сейчас Серега вам покажет. Значит, третье. Наконец-то, в отличие от 200-го «Крузера», у вас есть троекратный повторитель поворота. В 200-м этого нет. То есть, люди считают, что надо доплатить 200, чтобы появился… А, лимон. Лимон. Ну, если поделить, наверное, 200. Если все функции поделить на этот миллион. Значит, затем, в отличие от «Крузера», здесь приятный гудок. Давайте послушаем. Он приятный. Но, в любом случае, этот гудок не соответствует… Масштабу. …масштабу этого автомобиля. Его массе и говорят. Да-да-да. И, в третьем, у нас есть, наконец, проекционный дисплей. Правда, чтобы вот наблюдать за скоростью… Я попробовал разные комбинации в нем. Надо сидеть немножко вот так. Вот тогда ты… В принципе, пацаны, которые покупают 570, они так и сидят. Потому что вся проекция смещена куда-то вот туда, за горизонт вправо. И чтобы наблюдать за скоростью, надо ехать вот так вот, в принципе. Ну, как этот, который про космос все говорит-то, в каталке ездит? Кто? Ну, ладно. Не важно, тут скажешь и издеваются, уроды. Значит, камера, да. Мне кажется, что камера могла бы быть немножко почетче. Говорят, 9 камер. Ну, они… Я имею в виду само разрешение, каждый из них. В принципе, не самый плохой вариант, но можно… Вот видите, деревья какие размытые. Какие они на самом деле четкие и, так сказать, осязаемые. Мне интересно, как вы видите в очках? Как я вижу? Хочешь, покажу? Нет, не хочу, не хочу. Значит, что у нас здесь есть? Два подстаканника. Та же самая ниша для беспроводной зарядки вашего смартфона. Здесь у нас USB AUX. Это все закрывается. Это все закрывается, да. Здесь у нас, вот видите, заклеили, чтобы мы не вытащили microSD-карту. А мы все равно ее вытащим. Да, мы вытащим обязательно. И потом заклеим обратно и скажем, что не мы ее вытащили. Бледенов вытащил. Вот еще в Объединенных Арабских Эмиратах. Очень похожий блок, который отвечает за люк и за свет в салоне. Есть мягкая подсветка, вот, ну видите, вот она, ног. Мягкая подсветка ног. Ну и пассажирских и водителей. Для любителей фут-фетиша, чтобы ехать и смотреть, что там. Ручка на своем месте. Здесь опять же пластик, хотя вот есть у нас такая прострочка. Но в целом, вот, ну не знаю, парни, сравните. Вот, Тём, давай ты наконец посмотришь и послушай, что мы говорим. И, может быть, разделишь экран на два и в одном из экранов дашь вот буквально несколько кадров, да, статичных нашего теста 200-го крузера, когда мы сидим в салоне. Да, вот посмотрите. С бильярда. Нет, нет, Синь, вот так вот покажи, вот так вот. Дал статично, всё. Дал статично. Здесь тот же самый у нас холодильник. Кто включил его? А, нет, всё выключил. Что так шумно-то? Очень шумно. Очень шумно. Ну и что, будем мы проверять внедорожные характеристики? Нет, внедорожные не будем. Мы просто проедемся. Чуть-чуть проедемся. Просим людей, что они думают об этом автомобиле, да? Да. Всё. И опять же, обращаю внимание ваше на цвет салона. Вот этот светлый. Это самый непрактичный цвет в условиях вот этой грязи, в которой мы живем. Большую часть времени. С которой мы боремся, они живем. С которой мы боремся. Ну, посмотри, весь. Тачка была идеально чистая, вот когда мы её взяли. Ну, посмотрите, мы успели буквально за неделю. У хайдака. У хайдака. Просто-просто выходя и опять. Так вы грязнулька просто. Садясь в автомобиль. Ну всё, давайте проедемся. Правильно? Давайте. Субъективно, друзья мои, что касается, так сказать, характеристик езды этого автомобиля. Ощущение такое, что шумоизоляция, ну, чуть-чуть лучше, чем в 200-м Крузере. Но, в принципе, и в 200-м Крузере она, так сказать, не вызывает вопросов. На достойном уровне. Да, никаких особенно. Может быть, даже это субъективное ощущение. Всё-таки ты же в Лексусе, но должно быть. Очень похожая история с капотом, да, вот с этим дизайнерским решением. Ну, тоже он таким более брутальным. Там более вычурный. Да, да, там такой совсем мужик-мужик. Да. Во всём остальном, ребята, ну, мы достаточно подробно рассказывали. Ну, идеальная тачка. Идеальная тачка, в котором, опять же, не слишком много места. Да, да. Вот, к сожалению, к большому, рамная конструкция этих автомобилей делает их не очень комфортными для пассажиров заднего дивана. К большому сожалению. К большому. Хотя, я думаю, многие с нами поспорят. Но вот просто самого места, да, объём пространства наверняка на дальнее расстояние вам будет удобно расположиться сзади, да. Но это идеальный автомобиль для богатого руководителя колхоза. Да, да. Который поднялся на продаже полей под ИЖС. Нет, который, значит, поднялся, после этого, я не знаю, каким-то образом приватизировал. Вот видите, владельцы Лексуса в предыдущем кузове, значит, внимательно присматриваются к изменениям, которые произошли с этим автомобилем. Давайте пропустим, пропустим. Он прекрасно ускоряется. Несмотря на массу, да. Ну и расплата за это в городе минимум 20 литров. Пожалуйста. Ну, я думаю, что человек, который пришёл в салон, отдал там 5 миллионов рублей за этот автомобиль, минимум. Причём, на самом деле, смотрите, минимум у вас попросят 4 миллиона 900 с копейками, а в максимальной комплектации этот автомобиль будет стоить там 5 миллионов 800. Ну, то есть, достаточно небольшой шаг внутри именно дополнительных опций, пакетов, да, дополнительных опций, которые вам предлагаются. Там плюс 200, наверное, плюс 200, плюс 200, и вот у вас уже топовая комплектация с третьим рядом сидений. И с максимальным количеством дополнительных опций. Но нам нужно спросить у женщин. Обязательно, обязательно. Парни, правда, вот ещё раз, если вам интересно то, как этот автомобиль стоит на дороге, как он едет, значит, какие ощущения вы испытываете за рулём этой тачки, пересмотрите тест 200-го крузера. Здрасте, здрасте, здрасте. Надо женщин обязательно спросить. Женщин, да. Лексус, это... Женщины же любят Лексус за его вот эти дизайнерские решения. Нет, за то, что человек, за то, что человек, который сидит в Лексусе, он решает. Решает. Ну, кстати, я разместил фото морды Лексус 570 в нашем инстаграме BigTestDrive и задал вопрос, метросексуал или брутал? Значит, большинство, я так понимаю, высказалось за то, что это всё-таки метросексуал, что бруталом в данном конкретном случае всё-таки будет 200-ый крузер. Ну, в общем, на цвет и вкус, знаете, товарищ... Как там? Давай так, на цвет и вкус есть цена. Да, плюс миллион рублей. Плюс миллион рублей. Если тянет карман, парни, всегда есть куда впинью. Лишний миллион, да. Ну всё, мы ищем место тогда и будем работать с женщинами. Правильно? Как работать мы будем с женщинами? Мануально. Онлайн будем работать с женщинами? Онлайн женщина. Онлайн женщина. Нет, здесь нет места. Мы сейчас найдём. Ну, в общем, район Шабалки очень напряжённый с точки зрения движения и парковки. Всё, ищем женщину, ищем место. БОЛЬШОЙ ФЕСТ РАИМ Чё, как? Как зовут? Да ничего, Евгений зовут. Там чё, костюм у тебя? Да. А чё ты куда? Ты из филармонии, что ли? Я приветствую. Ну-ка, давай исполни чё-нибудь. Давай. А что, например? Ну, например, я вас любил, Любовь ещё быть может. В душе моей угасло не совсем. Это не песня. Нет, вернет, что-нибудь такое на автомобильную тему. Давай. Эх, тройка. Птица. Даже не приходит ничего. Ну-ка, давай. Ну, что-нибудь. Пой давай. Чего-нибудь, чтобы мы поняли. Этот день победы. На святое. На святое. Это праздник с сединою на висках. Подожди, а давай что-нибудь из Лещенко. Петр Лещенко. Широка страна моя родная. Ты в Трубе Галкино, что ли? Погоди, брат, как тебя зовут-то? Евгением меня зовут. Джека, у тебя есть машина? Нет, у меня нет. Вообще нет машины? Нет, вообще есть машина? В семье есть, да. Какая? Ну, Peugeot 479. Кто водит-то ее? Жена водит. Сколько эта штук стоит? Ну, это Lexus 570. Сколько? Ну, я думаю, наверное, по 4 миллиона где-то так. Под 4? А правильный ответ? А 4 999. Ну, 5, да. Видишь, миллион не чувствуется населением, да? Брат, что за народ едет? Ну, понимаешь, это же то же самое, что 200-й и Lexus. Я шесть раз был на Сахалине, там ездят предприниматели, бизнесмены, начальники какие-нибудь. Ну, это только... Ну, забуревшие? Ну, конечно, нет. Простому человеку, такому даже среднему классу, это даже вообще не нужен такой автомобиль. Не нужен. Сколько думаешь, что у него расход, если бензиновый мотор? А сколько объем? 5 и сколько? 5,7. 5,7. Ну, пример. Нормально. На деньги? Нет. Литров. На сотку. На сотку. Ну, может быть, я не знаю, литров 20, может 25, не знаю. Молодец. Молодец. Ну, все, брат. Поешь-то хорошо. Победный Лещенко пел? Нет. Да, Лещенко пел. Только Лев Лещенко. Не Петр. Мы про Льва Лещенко и говорим. Ну, все, брат. А что вы течет из Лещенко? Из Льва. Прощай со всех вокзалов поезда, уходят в дальние края. Прощай, 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 прощай. А мы давай. Прощай, расстаемся навсегда, под белым небом января. Прощай, и ничего не обещай, и ничего не говори. А чтоб понять мою печаль, пустое небо посмотри. Куда смотри. Машина Позитива. Слушайте, а почему вы... Ребят, в рамках проекта Машина Позитива продолжаем вручать подарки от компании Kia Motor. Тихо-тихо. Извините, пожалуйста, как вас зовут? Лена. Здрасьте. Сколько вам лет? Мне 43. А вашему ребенку? Мне 8 лет. 8 лет. Как тебя зовут? Артем. Вам кто-нибудь когда-нибудь на улице вручал просто так подарки? Нет. Никогда? Ни разу? Ни разу. Можно мы заберем вашего мальчика, а вам замену этого отдадим подарок? Шутка. Вот смотрите, у нас есть замечательный подарок для вас от Михаила Николаевича, который зашел на сайт машинопозитива.ру, оставил там заявку, написал несколько слов о себе и подарил вам сегодня в этот прекрасный день. У вас есть мобильный телефон? Конечно. Смотрите, дополнительный аккумулятор для вашего мобильного телефона абсолютно бесплатный. Честное слово. Вот смотрите. Только вы нам обещайте, что вы обязательно зайдете на сайт проекта машинопозитива.ру, также поделитесь своим позитивом с другими людьми и найдете Михаила Николаевича в социальной сети в фейсбуке и скажете ему спасибо. Хорошо, обязательно. Так, и пакет тебе дарим. Представляешь, брат, что подарили тебе? Да, мы вас часто смотрим, кстати. Правда? Да. С кем? С детьми и мужем. А есть еще дети? Есть. А где они сейчас? На занятиях. На занятия? Ну, спасибо большое. Счастливо. Спасибо большое. Спасибо. Счастливо. Ребят, заходим на сайт нашего проекта машинопозитива.ру, проходим несложную процедуру регистрации и дарим позитив всей страны. А мы с Серегой выходим на улицы наших городов и вручаем этот позитив. Да. Спасибо кому надо сказать. Людям. Машина позитива. И компании Киа Моторс. Киа Моторс. Спасибо. Меня зовут Карен. Карен? Карера. Карера? Да. Вы откуда? Я из Камеруна. Камеруна? Отлично, брат. Мы, у нас программа про автомобили. Мы тестируем вот эту тачку. Да. Можно тебя попро... Вот светятся фары. Серая. Что за тачка? Узнаешь? Пойдем. На секундочку. Какая марка? Ну? Стоп. Так. Узнаешь марку? Что за машина? Не заслоняй, Сеня. Дай товарищу посмотреть внимательно. Это не сам Кашкай? Отлично. 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 Все. Спасибо. Спасибо. Да. Спасибо. В Камеруне просто нету. Это бомба. Идемте. Идемте к нам. Нам интервью. Интервью. Стоять. Бояться. Правильно. Правильно. Интервью длится минута, а лечение год. Годы. 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 Простите, пожалуйста, здрасте. Можно вас на одну секундочку? Здрасте. Телевидение России. Здрасте. Это телевидение, да. И радио России. Можно вас на секундочку? Такая роскошная женщина. Как вас зовут? Светлана. Светлана. У вас есть машина? Нет. А в семье? У папы? Есть. У друга какая? Какая машина? У нас УАЗ Патриот. Правда? Да. Потому что папа занимается, ну как сказать, такой работой, что ему необходимо. Светлана, можно вас на секундочку буквально? Раз в шестнадцать. Я просто тороплюсь. Да, да, да. Одну минуту буквально просто. Светлана, мы сегодня тестируем вот этот автомобиль серый, со светящимися фарами, да? Узнаете марку, модель? Что это такое? Замечательно. Что это? Сейчас надо посмотреть. Ну пойдемте, пойдемте на секундочку. Быстрее. Я вас держу, держу. Не страшно ходить на каблуках по Москве? Нет. Не страшно. Падали когда-нибудь? Это, наверное, четыреста двадцатый. Четыреста двадцатый. А что за четыреста двадцатый? Лексус. Лексус четыреста двадцатый. Хорошо. Душа моя, сколько эта штука должна стоить новая минимум? Вот едет человек в такой тачке, ты знаешь, сколько он в рублях за нее минимум отдал? Минимум. Слушайте, ну я просто знаю. Душой? Сердцем? Сколько? Говори. Ну в районе четырех с половиной. Четырех с половиной. Хорошо. А что за люди вот покупают именно такие тачки? Разные. Ну примерно. Бандиты. Нет. Убийцы, шпана. Кто? Цискоридзе. Те, кто долго накапливал, например. Накапливал. С рождения, да? Как капитал материнский, да? Ну они тревожные или скорее всего такие безурядные? Слушайте, ну конечно статусная машина. Не, ну люди опасные внутри или в принципе такие лоховатые? Нет. Люди могут быть разные. В любом автомобиле. Да? Да. Даже в Запорожце? Даже в Запорожце. Хорошо, душа. Ну спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Какие у вас замечательные краги. А молодой человек у вас есть? Есть у вас мужчина. А давайте мы вам другого подберем. Получше. А муж и ребенок есть. Ребенок есть уже. Ясно. Вот видишь, прижили ребенка. Ясно. Вот еще одна девушка в шубе. В шубе. В шубе. И все. И все. Вопрос задать. Можно вам один вопрос задать? Самое настоящее телевидение. Да, да, один вопрос. Один вопрос. У вас такая шуба хорошая. Выключайтесь. Как вас зовут? Катя. Катенька. Катюша, у вас есть автомобиль? Нет, без права. А в семье? Есть. А у мужа? Нет, у мамы. У папы? У мамы есть машина. А какая у мамы папа машина? Мазда, Хонда, Мерседес. Хорошо, душа моя. Вот мы сегодня тестируем вот этот автомобиль серый. Видите, с включенными фарами. Лексус. Лексус, да? Сколько эта штука стоит? По цвету вашей шубы. Ну, где-то около семи миллионов. Семи. А что за народ там ездит обычно в таких? Без понятия. Ну, примерно. Пойдете. У меня дела просто. Катя, вы такая симпатичная. Да. Хотите моего мужа найдем? Я уже нашла один раз. И что он? Извращенец? Нет. Бил? Пил? Я его била. Серьезно? А чем? За что? Извращенец был? Или не хотел убираться в комнате за собой? Вас не любил? На спину? Любил еще как. Любил еще как? Эх, Катя, ну а в чем была проблема-то главная? У женщины что поделать? А, у бабы другие были? Нет. А вы? Конечно. Нет. Вы сложный человек. А вы хорошая женщина? Замечательная. Давайте мы вам найдем мужчину, который будет... Мы не найдете его. У нас смотрит миллион человек. У нас 600 тысяч голодных истекающих желания мужчин. Ну понятно. Я уже давай поженимся была, поэтому... Серьезно были? Ну и как, не помогло? Видели живому Гузееву? Конечно, три года назад. Ну нашли кого-нибудь они вам? Нет. Я почему, когда не на красное, когда в таком плохом виде... Вы прекрасно выглядите. Вам больше двадцати двух не дать. Вы прекрасно выглядите. Не слушайте никого. Примерно так. Ну и как дела? Все хорошо. Тогда все. А что в мужчинах вас вот привлекает? Ой... Штук не привлекает. Ничего не привлекает? Наверное нет. Зато айфон шестой плюс, правильно? Ну все, давайте отпустим. Катюш, счастливее. Да. До свидания. Гузеевы привет передать? Да. Ну ладно, давай. Всего доброго. Давай, Катюша. Значит, Тим Керби был. Катя был. А кто еще был? Это программа для несчастных людей. И группа иероглиф. Ну что, мне кажется, что мы сегодня установили истину. Да? Да. А цену определяют достаточно четко. 5-6 миллионов. Все четко видно. Ребят, в общем, хотите автомобиль за 2 миллиона 999 тысяч? Это я сейчас про Toyota Land Cruiser. Минимальной комплектации. Пожалуйста. Хотите автомобиль Toyota Land Cruiser 200 за 5 миллионов? Пожалуйста, ваш выбор. Только шильдик будет другой. Да. Девушка, извините, пожалуйста. Не надо. Уже извинила. Она слушает радио. Ну хорошо. Осталось раздать подарки. Ну все.